ДАВИД БЕЛЬ Сам решил стать активным и выдающимся человеком. Отец Давида, Рэймон Бель, был не менее способным мужчиной, выдающимся спортсменом, высокофицированным спасателем и просто хорошим отцом, который всегда и во всем поддерживал своего сына. В кругах профессионал-спасателей и пожарных Рэймона называли силой природы, благодаря его превосходным результатам в спорте. В 15 лет Давид делает вывод о том, что не нуждается в продолжении своего образования, решает оставить школу и полностью просветить себя спорту. Как говорил отец парня, спорт – это способ жизни. Он должен извлекать выгоду не только для тренировки и соревнований, но и для повседневной жизни. Самым главным для него в тот момент было – свобода, возможность развивать свои физические и духовные способности, быть целеустремленным и самое главное – добиваться поставленных задач. Вскоре он знакомится с группой молодых людей, которые впоследствии будут его сподвижниками Ямакаси. Возможность блестящей военной карьеры, конечно же, привлекала Давида, но не настолько, чтобы отказаться от определенной свободы действий, азарта, огромной возможности прожить жизнь, полную различных приключений, конечно же, любимого занятия – паркура. Было понятно, что паркур не является каким-то определенным видом, так как его элементы присутствуют во многих видах спорта и не дает никаких определенных гарантий в будущем. Большое влияние на создание паркура, отдельного стиля, оказал отец Давида. Он предложил сыну много физических возможностей, полученные будучи молодым офицером, которые стали жизненно необходимыми в паркуре. Ловкость, физическая сила, концентрация внимания, изобретательность, преодолевание препятствий. Давид начал снимать видео о своих физических возможностях в стиле паркур. Монтировал, вставлял музыку и выкладывал в интернет. Отсюда и началась эра паркура. Позже парень начал пробовать себя в киноиндустрии. Мировую славу ему принесли участие во французском боевике «13 район». Сейчас Давид Бель занимается продажей собственной линейки спортивной одежды. Иногда снимается в рекламных роликах спортивных брендов. Сам спортсмен и актера своей личной жизни вообще не распространяется. Благодаря некоторым источникам известно, что у него трое сыновей. Факты о Давиде Белле. В детстве мечтал стать пожарным, как его отец и дед. Получил сертификат оказания первой помощи. Был лучшим среди лучших в подтягивании по канату на скорость. Из-за этого были даже лучше, чем у его отца Реймона, который в свое время был с наилучшим результатом среди всех участвующих в этом виде соревнований. На одной из тренировок получил травму запястья. После чего решил, что не вернется к планам стать пожарным. В течение всей жизни работал в многих сферах. Складским рабочим, строителем, охранником, продавцом мебели. Себастьяна Фокона можно назвать настоящим профессионалом в мире паркура. Юнош основал близкую паркуру дисциплину под названием фриран. С него берут примеры миллионы поклонников, желающие приспеть в данном виде спорта. Несмотря на то, что молодой человек родился в Париже, в нем течет карибская кровь. Настоящего победителя. Себастьян появился на свет 27 мая 1974 года в многодетной семье, где помимо него была еще одна сестра и четверо братьев. В детские годы Себастьян Фукон был интровертным и неуверенным в себе ребенком, но любил гулять с друзьями и следовать окружающую среду рядом с тем местом, где он жил. Будучи подростком, который боролся в школе и испытывал трудности дома, лазание, прыжки, бег, игра и взаимодействие с ландшафтом, стали настоящим вовлечением для Себастьяна и его друзей. Затем в 15-летнем возрасте юноша развил в себе любовь к естественному движению и лазанию по крышам. Ребята устраивали своеобразные соревнования, кто быстрее пробежит по верху многоэтажки. В данном деле Фукона можно было считать лучшим. Никому не удавалось побить его установленные рекорды среди дворовых ребят. Бадылупский фрирайнер по имени Себастьян Фукон широко рассматривался как один из конкретных создателей паркура. Он стал популярным после того, как принял участие в документальном фильме Jump London в Великобритании в 2003 году. Себастьян был профессиональным боксером с 1995 по 1997 год, но участвовал в рамках седьмого периода конкурса танцев на льду. Также Себастьину предоставилась возможность принять участие в знаменитом клипе талантливой певицы Мадонны. Песня называется «Лип». Он последовал за поп-суперзвездой в ее следующем туре в 2006 году. Страсть и преданность любимому делу привели к тому, что Себастьяна пригласили принять участие в нескольких громких ролях. В кинокартинах с Джеймисом Бондом, Казино Рояль, Мадонна и Никки. Фукан смог доказать профессионализм на съемках фильмов, движение, которое он практикует, дает Себастьину уверенность, чтобы бросить вызов самому себе и противостоять собственным страхам, неадекватности и застоя. Себастьян всегда вкладывал всю энергию в любимое дело, которое привело его к достижениям того, чего никогда не ожидал. Благодаря этим возможностям появилась вера в себя и тот внутренний потенциал, который заложен во всех нас. Поэтому советую всем поклонникам не сдаваться на пути к заветной цели и уверенно идти вперед, преодолевая собственные страхи и препятствия. У Себастьяна всегда было желание иметь возможность поделиться тем, что он узнал за те годы о жизни в небольшом городке, где он родился и рассказать о ребятах, которые занимались вместе с ним паркуром. Спустя долгие годы у Фукана появилась эта заветная возможность. Он с радостью делится с журналистами и историями из детства. Впервые термин «фриран» прозвучал из-за Себастьяна, поэтому именно Себастьяна Фукана считается основателем фрирана – нового течения паркура. Себастьян собирается продолжать усиленно тренировать и обучать желающих паркуру. Также не забывают уделять внимание и любовь любимой супруге и двум замечательным детям, которые не особенно жалуют опасный вид спорта мужа и отца. Свою семью Фукан старается тщательно скрывать от любопытных глаз в аппарации. Всем огромное спасибо за внимание!